Смотри, со времен Екатерины, ведь слова Екатерины были такие, что Крым это жемчужина. Это на самом деле так. Вопрос стоит в том, что люди зачастую стали ездить в Европу, ничего подобного, я тебе говорю, за тот год. Поверь мне, у нас были все пляжи забиты, но был маленький минус. Конечно, очень тяжелая переправа, но все-таки самолет, в одном самолете билет может стоить 3000 рублей или 60000 рублей. Конечно, не все могут себе позволить поехать туда, но посмотри, строим дороги, строим мосты. Что касается курортной зоны, вот предположим, мое самое любимое место это Ялта. Оно для всех любимое место, потому что там совокупность всех природных зон. Тропики, субтропики, все, что хочешь. Конечно, гостиница Ялта Интурист. Это жемчужина Ялты. Объясню почему. Я спрашиваю, я был там 7 лет назад, я приезжаю сейчас. Это небо и земля. То есть русские, православные, даже не православные, а патриоты начали вкладывать деньги именно в инфраструктуру Крыма. Ведь посмотри, ведь 20 лет, а тут только выжимали, все выжимали, выжимали. Ну, я постоянно там бываю в течение 20 лет, съемки, съемки, съемки. Я вижу, какие особняки строятся, но людям ничего взамен не дают. Только у людей отжимают. Сейчас у нас наоборот. Ты посмотри, подняли один завод. Берем с Феодосии. Подняли один завод, подняли второй завод. Это все в течение года. Подняли производство. Молоко, сельское хозяйство. Пошло, пошло. То есть, вот прямо скопом, скопом, скопом. Индустрия туризма. Безумно. Дайвинг. Севастополь. Ну, понимаешь, это вот сейчас надо просто наладить, правильно все сделать. Знаешь, правильно все сделать. Я, конечно, сейчас в Сочи на нас обижена, потому что все ресурсы были переданы в Сочи. И, конечно, я был там перед Новым годом, когда, значит, там 10-го числа, не буду говорить, гостиницу, где был там 400 номеров, а всего 5 номеров, ну, там не 5, 15 номеров, все только заселено. Почему? А потому что в основном народ сейчас стал ездить туда, в Крым. Намного дешевле, я имею в виду, и продукция, и, значит, и фрукты, и овощи, и, в конце концов, напитки дешевле. Сейчас, говорят, якобы цены, значит, сильно прыгнули. Ничего подобного. Ничего подобного. По сравнению, если мы сравниваем с Москвой, то там божий рай и божий эколог.